Берите свой какой-то действительно трушный недостаток Если вы что-то вдруг наврали Или где-то нестыковка, оно вылезает Вы через 2 минуты станете своему работодателю неинтересным Он не хочет слушать, какой вы классный Он хочет кейсы Твое резюме никто не читает Ты должен заполнить его так называемыми ключевыми словами Вы спрашиваете, а скажите, у вас есть какие-то сомнения относительно моей кандидатуры? И вот здесь это ваш звездный час И вас могут взять на работу только за этот ответ, а не за все предыдущее интервью Всем привет, меня зовут Ольга Чебыкина А это Ирина Бус Вы могли подумать, что это Джессика Альба Я тоже так подумала, только Ирина гораздо красивее Привет Привет Это абсолютно правда Я все эти дни и наши записи терзалась На кого же, на кого же ты похожа И когда в перерыве мы про это заговорили И ты сознала, что тебя все-таки путают иногда Да, я наконец-то успокоилась Есть кто-то Итак, сегодня у нас классная тема Как найти работу за рубежом Потому что это отдельная история Это и на родине сделать сложно Когда у тебя нет проблемы с культурным кодом Когда нет проблемы с языком К работе за рубежом еще и эти пункты добавляются Я знаю, что у тебя есть несколько инструментов И ты можешь ими поделиться И сразу наперед скажу для наших зрителей Что еще поговорим про то, как не бояться отказа Потому что отказы ты тоже получала Мы это затрагивали в наших предыдущих выпусках Но давай по порядку Твои советы, как найти работу Человеку в другой стране Да, я немножко поясню Почему, собственно, я в этой теме сформулировала Таких три, ну не совета Скажем, это такие три вехи Без которых ни одно собеседование не проходит Почему я в эту всю тему погрузилась И, собственно, я могу этим поделиться Потому что этого на просторах руны Это точно нет Я пересмотрела кучу видео на английском На самом деле, кто у нас англоговорящий Вообще вперед, если вы хотите прокачаться В собеседованиях Море бесплатного контента на английском языке И для себя выбрала именно то Что я никогда особо не практиковала Об этом не задумывалась И, в принципе, не слышала Потому что банальные вещи повторять мне неинтересно Поэтому давайте поделюсь тем, что наработала Первый момент, который Ну вот хотелось бы затронуть Это именно самые стандартные вопросы Какие ваши сильные стороны, какие слабые Казалось бы, ну куда банальнее Их до сих пор задают эти вопросы Поверьте мне Неважно, в какую компанию вы, собственно, подаетесь Это иностранная компания, российская Могут спросить И раньше был такой тренд Когда тебя спрашивали, какие ваши слабости В частности, был тренд Ну вот здесь как раз привирать И делать себя лучше И ты такой говоришь, я перфекционист Самый главный мой недостаток Буду очень хорошо делать работу Я вот, да, я так все, значит, скрупулезно делаю И ты пытаешься выдать свое достоинство За некий недостаток Это очень они чары не любят Вы просто, ну, условно, первую фильтрацию не пройдете Это очень чувствуется, что это фейк Что это неправда Поэтому берите свой какой-то действительно трушный недостаток Но Который не является Самым главным, ключевым в этой работе То есть вы можете сказать Например, я говорю, что я очень Отмерит У меня очень много мнений По поводу всего То есть я имею свое мнение Это мешает моей команде Когда я организовываю какую-то встречу Я могу где-то вскакивать вперед паровоза Не давать кому-то сказать Я понимаю, что это мой недостаток И здесь очень важно сказать Некий solution, решение Что ты будешь с этим делать Но я об этом знаю Поэтому на встречах я всегда говорю последнее Я даю своей команде сказать Этот недостаток, он весьма себе такой лайтовый Прикольно, да С ним можно устроиться на любую работу, в принципе У вас есть свое мнение Отлично, вы лидер Нам такие нужны, условно Вот, это первый момент Который хотелось бы затронуть Второй момент На собеседованиях сейчас Особенно в крупных компаниях Есть такой большой спектр вопросов Которые называются Поведенческие вопросы Вопросы Behavioral questions Если вы забьете в Google Вот вопросы на поведение Вы можете их найти порядка 70 Как вы повели себя в стрессовой ситуации? Как вы выходили из конфликта? Если у вас были конфликты с начальником Как вы их решали? Когда вам не угодил клиент? И так далее, и так далее И их так много И они все пересекаются Что когда вы проходите полноценное Несколькочасовое или часовое интервью Если вы что-то вдруг наврали Или где-то нестыковка Оно вылезает Да, и на этом всех колят как раз Поэтому к этим вопросам лучше готовиться Действительно Соответственно, отвечать на них нужно тоже определенным образом И есть тайминг Вы должны понимать, что вы через 2 минуты Станете своему работодателю неинтересным Он не хочет слушать вашу воду И он не хочет слушать, какой вы классный Он хочет кейсы Поэтому на такие вопросы нужно отвечать по технике star На английском звезда Это S ситуация, T task, A action, R это result Обязательно нужно давать результат Соответственно, вы должны примерно прикинуть свой ответ На тайминг в 2 минуты, чтобы рассказать какую-то ситуацию Первое, вы задаете ситуацию, например Меня спрашивают С какими трудностями вы сталкивались В вашей предыдущей профессиональной деятельности Как вы их перебарывали Я говорю о том, что я вышла на должность Маркетинг темлит на регион такой-то Я столкнулась с тем, что у нас не хватало до KPI В метрике новый бизнес Мне нужно было привести лидов из нового бизнеса потенциального То есть я задала ситуацию Дальше я говорю task Task был, формулирую это Привести лидов, достичь высоких показателей По KPI, допустим, перевыполнить KPI Action, что я сделала? Я организовала встречу с разными темлитами других регионов Я узнала, что новый бизнес им приводит имейл-компании Я сделала встречу с темлитом имейл-коммуникаций Я выяснила, что в нашей датабазе уже есть старые контакты И они просто неактивны Их нужно активизировать Я придумала имейл-компанию Как включить старые контакты в эту имейл-компанию И, собственно, как сделать их активными И дальше я говорю результаты Мы перевыполнили KPI по приведению нового бизнеса на 120% Вот если вы эту историю более подробно, может быть, как-то на 2 минуты расскажете Это будет кейс Это не будет водой Это будет понятно, с чем вы работали Это очень наглядно покажет ваш опыт Об этом нужно знать Если ты об этом не знаешь, то, в принципе, когда ты начинаешь рассказывать про свой опыт, ты уйдешь в дебри Это точно Если ты себя не оттормаживаешь по вот этим пунктам, ты начнешь растекаться по древу Это второй момент, который я хотела бы озвучить И третий момент, что мы обычно не делаем и на что мы не обращаем внимания Это вопросы работодателю Как правило, мы считаем, что как только мы ответили на все вопросы работодателя, наша работа сделана Мы уже выдыхаем И в финале, когда нас спрашивают, у вас есть какие-то вопросы ко мне Мы сливаемся и, как правило, мы говорим либо про зарплату, либо про медстраховки, ну вот про что-то такое На самом деле это очень ключевой момент И как раз-таки эти вопросы тоже добавляют весомую долю для работодателя в вашу картину Являетесь ли вы потенциальным сотрудником для них или нет Что стоит спросить? Вот здесь стоит спросить, какая у вас корпоративная культура И пояснить, что, подскажите, как проходит, например, ваша неделя Если это собеседование с начальником, мы спрашиваем Как проходит ваша неделя? Есть ли стендапы, какие-то дополнительные митинги с параллельными отделами? Вот можно попросить рассказать неделю или день начальника своего Когда он начнет вам это описывать, вы действительно поймете, какая корпоративная культура И как, собственно, строятся коммуникации Другой вопрос еще, какие ваши ожидания от моей кандидатуры, условно, этой позиции через месяц или через два месяца Вы поймете, какие уже задачи перед вами стоят И, соответственно, у вас будет полная картинка Если этой картинки нет, возможно, у вас есть вопросы к вашему потенциальному начальнику Или если он вам отвечает на вопрос про его рабочую неделю Вы понимаете, что он никак с командой не работает Это, может быть, тоже для вас пунктика Может быть, вы на этом этапе еще принимаете решение для себя Устраиваться в эту компанию или нет И мой любимый вопрос, это финалочка Если вы очень хотите устроиться на какую-то работу То есть, условно, это работа мечты И вот вы проходите собеседование Вот оно уже подходит к концу И это ваш потенциальный руководитель Вы спрашиваете А вот скажите, по итогам нашего собеседования у вас есть какие-то сомнения относительно моей кандидатуры Да, подхожу ли я на эту вакансию или нет И вы ставите человека немножечко в неудобное положение Круто То есть, вам потенциальный начальник должен дать обратную связь здесь и сейчас Как правило, они не готовы То есть, у вас есть три варианта ответа Чаще, наверное, могут сказать о том, что Ну, спасибо, мы вас послушали Мы еще будем принимать решение Все хорошо Вы с этим никак работать не можете Вам могут дать негативную обратную связь Сказать Вы знаете, интервью прошло хорошо Но у нас есть более сильный кандидат Казалось бы, это негативный ответ Но, опять же, первое, это есть определенность Вы уже выходите из этого интервью И вы знаете, что все, вам ждать не нужно Как правило, мы когда выходим с интервью Мы еще неделю ждем ответа Конечно А некоторые нерадивые сотрудники HR Еще этого ответа нам не дают И мы через две недели, потеряв кучу времени Понимаем, что не срослось Соответственно, здесь вы выходите уже с результатом Здесь и сейчас Вы понимаете, что вам нужно делать И третий вариант Это если вам дают какую-то Ну, такую действительно конструктивную обратную связь Вы знаете Есть такие моменты, которые, наверное Ну, не очень раскрылись И вот здесь это ваш звездный час И есть момент попротестовать И сказать Я просто недостаточно хорошо пояснил На самом деле у меня этот опыт есть И я делал такой-то, такой-то, такой-то проект И рассказать о нем И вот здесь как раз может быть Цвет вот всего вашего собеседования И вас могут взять на работу только за этот ответ А не за все предыдущее интервью Круто Спасибо тебе огромное Причем это же советы реально универсальные Но интересно это слышать От человека, у которого есть, во-первых, разные опыты Опыт устройства в российских компаниях И в международных Кстати, сколько всего раз ты проходила собеседование? Когда-нибудь ты подсчитывала? Нет, много Очень Очень много Ты когда устраиваешься уже в такие компании международные с именем Ты на одну позицию только можешь проходить по 5-6 собеседований Этапов, да, тестовых заданий Очень много Кстати, эти советы еще работают Хотела сказать тоже для тех, кто организовывает интервью Я как тоже бывший руководитель Когда нанимала сотрудников Я не могла из них вытянуть информацию Мне было очень сложно Я у них что-то спрашиваю Они мне какую-то воду льют И ты уже полтора часа с человеком разговариваешь И резюме у него крутое И тебе хочется ему поверить А ты не понимаешь И это практика как раз таки Амазона С чем я столкнулась Что когда тебе назначают собеседование Тебе высылают такой небольшой гайд О том, что тебе нужно подготовить к собеседованию То есть ты уже идешь Это вот лайфхак для руководителей, для HR Готовьте своих потенциальных соискателей Для своих соискателей Готовьте их к собеседованию Присылайте им мануал Для подготовки к интервью Пожалуйста, почитайте Вот тут разделы нашего сайта про нашу компанию Подготовьте ответы на вот эти вопросы И даете пример Они даже прописывают в этом гайде Вот эту технику стар То есть они тебя готовят к этому Ты не должен вот клещами вытаскивать из соискателя Ответы на нужные тебе вопросы На самом же деле Ведь собеседование придумано не для того, чтобы друг друга подловить А это очень классный инструмент Когда можно сэкономить время друг друга И максимально точно понять Супер Тотальное мое доверие к тебе выражаться в том Что я не знаю, чем ты конкретно сейчас занимаешься Потому что мы много говорили о твоей учебе О переезде О том, сколько ты читала Во что погружалась И какие результаты это в твоей жизни дало Помимо того, что ты будущая мама Сейчас у тебя такой филигранный наряд Что совершенно не видно твой животик Надо трогать Но он есть Но он есть, да Ты можешь на него так вот руки складывать Периодически постановая Сейчас работаешь ли ты И что в ближайшей перспективе собираешься делать Насколько ты думаешь материнство изменит твои рабочие планы Я понимаю, что моя жизнь кардинально изменится Но я хочу сохранить какое-то свое дело И какую-то свою активность Вне зависимости от материнства Я недавно закончила проект В который я вписалась Тоже уже зная диагноз беременно Он был краткосрочный на 5 месяцев Это был такой маркетинг продакшн Вот я попробовала себя в неком австралийском офисе Который я упоминала Который мне понравился только там своим видом Я благодарна этому опыту Но я поняла опять же для себя Что этот контракт я продлевать не буду Я взяла оттуда, что мне было нужно Они были готовы, а ты не захотела Да, это не моя история Я сделала свои выводы И сейчас я на таком пути перемен очередных Я буду думать И пока что я все-таки двигаюсь в сторону Какого-то своего проекта Возможно, мне для этого потребуется Поучиться, я к этому готова То есть я готова Действительно сейчас вот что-то делать Чтобы эта жизнь зависела от меня А даже не от работодателя Потому что пока что мой опыт показывает Что за границей Что устроиться на работу мечты Вот такую, которую я хочу Уровня Амазон Это долго И там потребует Очень больших-больших-больших усилий Чтобы потом, соответственно Работать на кого-то Возможно, я сейчас готова работать на себя Просто нужно этот момент докрутить Всем привет! Меня зовут Ксения Грановская Я телеведущая, журналист и тренер по речи Я учу людей влюбляться в свой голос Некоторые меня могут знать Как преподавателя в школе интервью Бу-бу-бу Многие из вас наверняка занимались По нашему онлайн-курсу А на канале «Женщины» Вы меня уже видели Я надеюсь, что помните Я победила в кастинге Благодаря вам и вашим голосам И спасибо вам за это большое И скоро здесь я буду вести выпуски С аэробными речевыми тренировками И сейчас я хочу вам рассказать Про суперкурс Аналогов которого в мире не существует Мы с командой Ольги Чебыкиной Запускаем его впервые Это микс из техники речи и танцев Если вы недовольны своим голосом Не можете записать в сториз с первого раза Не любите переслушивать свой голос на видео и аудио Вас постоянно переспрашивают и просят повторить, что вы сказали Вы говорите тихо, нечетко У вас болит или першит горло после длительных поступлений или переговоров Вы задыхаетесь во время речи А заниматься аэробикой и силовыми стало скучно Вам поможет фитнес-речь Это микс из скороговорок и зажигательной зумбы Танцуем и говорим одновременно Этим может заниматься каждый из вас Танцуйте с семьями, с детьми или по отдельности Мы показываем, а вы повторяйте Какая физическая нагрузка используется в курсе? В основе лежит аэробная нагрузка Ритмичные движения в разном темпе под музыку Используется упрощенная версия сальсы, меренги и регетона А также есть танцы в стиле хип-хоп, ча-ча-ча, буги-вуги Клубном, руссконародном, испанском и других Что, если вы совсем не умеете танцевать? Не страшно! Для фитнес-речи не нужен особый уровень танцевальной или спортивной подготовки Все движения сначала разбираются по отдельности, очень медленно И только потом начинается танец К тому же вы всегда можете отрегулировать вашу нагрузку И делать упражнения в комфортном для вас темпе Вас ждет очень зажигательный танец И простая скороговорка Поменяла просковья карасян на три пары полосатых поросят Речевой фитнес помогает сделать звук свободным, открытым, объемным Танцы и жесты позволяют легко произносить даже трудно выговариваемые слова Латиноамериканские ритмы создают нужное позитивное настроение и пробуждают энергию в голосе Курс состоит из 10 уроков по 8-10 минут Две скороговорки и два танца в каждом Так мы тренируем четкость речи, силу голоса, дыхание, энергетику, координацию, быстроту реакции, музыкальный и речевой слух, чувство ритма А также укрепляем мышцы тела, учим новые танцевальные направления и заряжаемся позитивом И теперь внимание! Шок-цена! Только эту неделю с 22 по 29 апреля мы делаем большую скидку на этот курс Больше 50%! Всего 900 рублей вместо 1900 Весь онлайн-курс в бессрочное пользование Переходите на сайт прямо сейчас Сталкивалась ли ты когда-то на работе с проблемами, связанными с тем, что ты русская? Я не имею ввиду какое-то предвзятое отношение или подозрение в непрофессионализме Или акцент не тот, который хотелось бы Мы про это говорили в первых сериях А вообще есть какие-то русские привычки? То, как принято поступать у нас, то, что совершенно не работает за границей Да, абсолютно Самая базовая, назовем это претензия потенциального руководителя иностранца к русскому сотруднику Это то, что вы русские, вы direct Вы black and white, вы черно-белые У вас нет промежуточного С вами очень сложно работать, потому что вы очень прямые Вы даете в лоб все, что вы думаете Западный мир, в отличие от нас Мы-то любим, правда, матку в лицо Западный мир не любит давать обратную связь То, с чем я столкнусь, что мне очень не нравится, не близко Это я считаю непрофессионально Они очень с большим трудом могут дать тебе какую-то критику Это должен быть рабочий абсолютно процесс Никто тебя не просит мне в глаза смотреть и говорить неприятные вещи Просто дай конструктивные комментарии в письме или в рабочем каком-то файле Они не могут, они могут это оставить как есть и пойти условно через какое-то время Или сразу же к твоему начальнику И обсуждать, допустим, тебя как сотрудника Потому что у них есть какие-то вопросы Почему нельзя это решить напрямую и сразу Вот это вопрос Им тяжело очень что-то говорить критичное Хотя это даже не негатив Это просто рабочие моменты Мы русские для них очень прямолинейные И очень в этом смысле категоричные и неудобные Первое, с чем нужно бы поработать Если вы работаете в международной компании и в международном коллективе Посмягчайтесь И вот эту обратную связь подавайте вот в этом бутерброде Комплимент Обратная связь, комплимент Ну, кстати, у нас, да, у нас же есть перекос в другую сторону У нас же страна советов до сих пор Там даже когда не спрашиваешь, тебе обратную связь дадут И нам дадут обязательно в комментариях обратную связь Как правильно нужно было быть экспертом И как правильно нужно было бы у этого эксперта брать интервью Но мы к этому готовы Мы же русские в душе Поэтому мы привыкли с этим сталкиваться В свете того, что ты многие собеседования проходила Я думаю, что у тебя есть определенная прививка Вакцинация от того, как не бояться отказов Как извлекать из отказа тоже какой-то конструктив Знаешь ли ты какие-то рекомендации? Я бы сказала, что просто нужно немножечко это перевести в некую игру И геймификацию Если мы говорим про работу, про собеседование Про проект какую-то, презентацию То просто задайтесь целью получить отказ И наберите 100 отказов Вот попробуйте набрать 100 отказов Вы на 20-м уже устанете Скорее всего, из 50-25 будет да В моем случае у меня была такая история Когда я купила франшизу некую от турагентства И предлагала это как... То есть я выступала таким менеджером по продажам За определенные проценты Собственно, поскольку я в принципе не сейлс-менеджер Такого опыта у меня не было Мне было некомфортно И я, соответственно, себе поставила цель Окей, хорошо, вот получу 100 отказов, успокоюсь Если это не мое, то не мое И вот я стала их получать Ты понимаешь, что если получаешь отказ, что это, во-первых, не страшно А во-вторых, ты понимаешь, что где-то человек тебе говорит Я подумаю, и к тебе потом возвращается И где-то ты получаешь да На самом деле, вот реально набрать 100 отказов очень сложно Как правило, все-таки у тебя будет да То, которое тебе нужно Если это вопрос про отношения, про какие-то такие вещи То тоже можно сделать эту растяжечку Пригласи потравившегося молодого человека 100 раз на кофе Попробуй получить отказ 100 раз Скорее всего, с кем-то ты кофе да попьешь Друзья, у меня для вас короткое сообщение В связи с новым миром и с новой жизнью Вообще реальность меняется, конечно И вы понимаете, я предприниматель Не хочу плакаться, но мне так же, как и многим, нелегко У нас отменилось большое мероприятие Встреча подписчиков в марте У нас отменилось очное обучение в школе интервью И в этой новой экономической, в том числе, реальности Мне, моей команде, так же, как и многим из вас Нужно принимать какие-то контрмеры Что мы можем сделать? Например, это большие скидки на наши хитовые онлайн-продукты Сейчас впервые за такую низкую стоимость Продается наш хитовый курс школы интервью «Говорите не бояться» 24 урока полноценной энциклопедии коммуникации Не буду вас утомлять, но если тема коммуникации вам интересна Активная ссылка в описании профиля Почитайте, на лендинге есть подробнейшая информация Про все три дисциплины, которые заключены в этот курс 50% скидка сейчас в связи с новой реальностью На время кризиса и карантина И кроме того, не забывайте, активная ссылка также есть в описании Мои знаменитые 5 мастер-классов за смешные деньги 690 рублей Как записать ваш первый ролик Как выйти в онлайн Как перестать бояться камеры И разрушить возникшие физические и географические барьеры Начав общаться через, например, инстаграм, сториз, прямые эфиры, вебинары Если кто-то мечтал, но до сих пор не сделал Сейчас самое время Всего 690 рублей 5 моих авторских мастер-классов Как начать? Активные ссылки в описании к этому видео Из того, что ты рассказываешь, у меня сложилось впечатление, что времени на поиск работы Даже не работы мечты, а вообще работы, где тебе будет относительно комфортно Где будут твои ожидания и деньги примерно соответствовать друг другу За границей нужно закладывать больше Потому что все-таки в России, наверное, проще с этим И, ну, не могу сказать, что во всех сферах Но во многих рынок соискателя, а не работодателя То есть ты перебираешь, перебираешь огромное количество людей И просто только бы пришел хороший человек Закладывать намного больше времени Я хочу сказать, что люди, которые привыкли все-таки работать в каком-то, условно назовем это корпоративном бизнесе И ищут работу на кого-то, ищут большие какие-то стабильные компании Те возможности, которые открываются там, их здесь просто нет Ну, условно, амазона в России нет, по факту Каких-то вакансий, вот сейчас я очень много вижу ТикТок, да, наша новая популярная соцсеть Букинг, TripAdvisor Их просто в России нет, по факту Как только ты уезжаешь туда, вот у тебя возникают все эти возможности И ты думаешь, что вот они рядышком, и ты их уже буквально там пощупал Но на самом деле закладывать нужно гораздо больше времени Это был ответ на вопрос, рынок ли это соискателя или работодателя То есть там это рынок работодателя Работодатель получает резюме пачками У них таких, как ты, сотни Если ты не уникальный выписанный русский инженер Что вот уникальный опыт ценится А просто хороший мальчик, девочка с хорошим языком А допустим, ты маркетинг, вот как я То, соответственно, таких, как ты, там сотни И вот здесь, во-первых, нужно попасть в эту первую десятку Правило такое, что ты должен мониторить те ресурсы, где ты ищешь работу В частности, LinkedIn, например Ты должен мониторить с утра до вечера Если эта вакансия новая, ты должен податься в течение первого дня Вот тогда шанс велик Мне было сказано открытым текстом Милочка, твое резюме никто не читает Ты должен заполнить его так называемыми ключевыми словами Они просто вот так проходят У них есть такое правило скролла по диагонали Они просто вот так скроллят по диагонали У них нет времени читать Выцепляют ключевые слова Какие-то базовые позиции И дальше они тебя условно отфильтровывают Либо нет Так вот, можно закладывать минимум полгода На поиск работы Минимум полгода Если ты топ-менеджер и ты ищешь какую-то высококвалифицированную позицию То поиск может занимать до двух лет Если мыслить рационально и собираться уезжать за границу То логично было бы начинать поиск еще когда ты в стране Да, заранее иметь подушку финансовой безопасности Предполагая, что ты долго не будешь работать Опять же, я говорю вот про тот такой очень конкурентный рынок труда Если у тебя есть свое дело И ты условно массажист или мастер маникюра То это немножечко другая история Ты когда уезжала в Австралию за мужем и по любви У тебя было понимание, что ты обязательно должна работать? Ну, скорее да У меня при этом была какая-то своя подушка безопасности финансовая Несмотря на то, что я за мужем Но на всякий случай Вот это моя сумма Потому что, допустим, каким-то еще своим расходом У меня на тот момент, может быть, тянулись какие-то счета Оплаты и так далее Я его не привлекала, я это оплачивала сама Прикольно Вот про это и поговорим в нашей следующей серии Про то, что такое замуж за иностранца Замуж вообще это сложно Потому что двум взрослым людям очень сложно найти точки соприкосновения И пересечения по всем вопросам Точнее даже невозможно И это всегда компромисс Знаешь, однажды Еще моложе, значительная была Ребенка у меня не было Лет 15 назад, наверное Не помню, кто-то там то ли сказал То ли написал, что вот, типа, брак, это работа Или замужество, это работа И я еще так возмущалась Думала, боже мой, какое убожество Типа, брак ничем не отличается Это любовь, это окрыление Это нужно парить там на крыльях любви А если для тебя это работа То значит, ты не того выбрала Ха-ха-ха Конечно, это работа Тем более, если ты любишь человека Потому что вы капец разные Про это поговорим в нашей следующей серии Спасибо, что смотрите нас Мы хотим с вами продолжать знакомиться еще ближе Кем вы работаете, где вы трудитесь Работа эта по найму Работа на себя любимую Вообще, очень интересно Если будет возможность, напишите весь свой вот этот творческий путь исканий На кого училась, кем стала, кем потом стала и так далее Потому что иногда это такие перипетии Очень интересные, специально не придумаешь Сценарист лучший голливудский Будет сидеть, тужиться И не напишет так, как было в вашей судьбе Итак, не забывайте подписываться на канал Женщины И, конечно, ждем ваши комментарии Кем вы работаете И каким образом в эту точку вы пришли Очень интересно И до встречи в следующем выпуске С Ириной поговорим про то, каково это быть замужем за иностранцем Поехали на следующем выпуске Продолжение следует...